Апостол Павел в третьей главе своего послания к римлянам, говоря о греховности, о неспособности человека, о негодности человека в природном состоянии водами, угодить Богу и достигнуть праведности, праведного положения перед Богом, приводит целую группу цитат из Ветхого Завета, он приводит из речений, которые являются цитатами из Писания Ветхого Завета, и говорит следующее. Итак, что же имеем мы преимущество, начиная с 9 стиха 3 главы? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом, в скобках скажу, под силой осуждения за грех. Как написано. И далее он подводит, как бы конец, суммирует, обобщает, выкристаллизовывает основную суть всего этого большого отрывка, посвященного греховности человека, начиная от примерно 19 стиха 1 главы, и вот весь путь до 3 главы 20 стих. И говорит следующее. Мы также цитируем в поддержку учения о полной греховности человека, или же полной испорченности, как и называют. Цитирую это место. Что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Иногда мы упускаем из виду тот факт, что это утверждение, что не оправдается перед Богом никакая плоть делами закона, что это также цитата из Ветхого Завета. И в данном случае это измененная, видоизмененная цитата из 142-го псалма, 2 стих, где написано следующее. Давид говорит, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих. Не входи в суд с рабом твоим, молит он, ибо не оправдается пред тобой, пред взором твоим ни один из живущих. То всякая живая душа, всякая плоть, найдено будет что-то в ней, чтобы осудить ее, как бы говорит здесь Давид. И Павел берет эту цитату, он видоизменяет ее, он говорит, никакая плоть, и добавляет делами закона. То есть это подразумевается, что если бы был путь оправдания перед Богом, как ты хочешь войти в жизнь? Исполняй заповеди, и жив будешь. Исполнивший закон жив будет им. Но, как мы уже говорили в других местах, он жив будет до тех пор, пока он это исполняет. И нет освобождения и облегчения. Во все дни жизни твоей ты должен исполнять постоянно и совершенно все уставы, все повеления, все законы Господа. Во всех частях, в мыслях, словах и в действиях твоих, и не уклоняясь ни направо, ни налево. И ты не освобождаешься от этой необходимости во все дни жизни твоей. Другими словами, когда он говорит, не оправдается пред тобой ни один живущий. Ни один живущий до тех пор, пока он живет. Речь идет просто о живущих. Здесь нет такого духовного подтекста, как возрожденный. Здесь речь идет. Любая душа, любая или любая плоть, до тех пор, пока еще жива, этой своей естественной жизни, не сможет быть признана правильно перед Богом, доколе живет. По той простой причине, что заповедь, которая дана была, и мы знаем это еще от начала в саду, была дана все лишь одна заповедь, одно запрещение. От дерева познания добра и зла, которое посреди его, посреди рая, не ешь от всего дерева, ибо в день, в который ты вкусишь от него смерть и умрешь. И Адам жил, и он не имел еще в тот момент смерти, потому что она еще не вошла, но он уже жил, и жил бы дальше, если бы послушался под тенью вот этого страха, нависавшего проклятия, которое еще не пало на него, но потенциально оно висело. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, когда этот будет день? Может быть через сто лет, может быть через тысячи лет, ты можешь держаться очень долго. Может быть ты будешь держаться, может быть всегда, но мы не знаем. И для того, чтобы это проверить, это должно быть всегда. А когда заканчивается это всегда? А никогда. Ты должен это соблюдать. И не наступает никогда такого момента, когда ты освобождаешься от этого. Следовательно, потенциальная опасность, что ты согрешишь и потому навлечешь на себя проклятие завета, она остается даже для первозданной души, такой как Адам. Не говорю же о нас с вами, которые имеют первородный грех, имеют внутри себя греховные тенденции, как говорят, страсти, всякие, которые в членах наших побуждения и желания, которые вопреки Богу. Павел говорит через закон познания греха. Сама заповедь не пожелает. Запрет, чтобы желать вопреки воле Бога, подразумевает наличие этих вожеланий внутри. Потому что внутренно праведный, настоящий угодник, как говорят, угодник, 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 по-настоящему праведный человек, он и не желает ничего противного Богу. Но самая заповедь и конфликт внутренний, который описан в седьмой главе посланника Реверина, показывает нам, что я желаю не то, что хочу, то делаю. То есть вот эти конфликтующие в нас страсти показывают, что мы греховны внутри. И мы согрешаем по факту много. Мыслим словом, делом, неисполнением заповеди, уклонением от заповеди, извинением своих собственных дел и так далее. Как это показывает даже совесть всех людей, что мы не без греха. Так вот, о чем я здесь? То, что вот эта цитата из 142-го псалма, в ее исполнении Павлом, она показывает не только то, что делами закона нельзя оправдаться в нынешнем виде, поскольку мы греховны. Это, разумеется, верно. Но это невозможно даже гипотетически. Живой человек. Даже Адам, только что созданный, только что из-под руки перстов Божия. Он жил бы исполнением заповеди до тех пор, пока он исполнял бы ее. Но не было такого момента, когда бы он освободился и мог быть объявлен оправдавшимся. Потому что для того, чтобы оправдаться, нужно основание, чтобы назвать человека правильным или же правдивым. Мерзость перед Господом тот, кто оправдывает нечестиво. Должно быть справедливое основание. А это справедливое основание, оно никогда не появляется до конца, до тех пор, пока ты живешь. То есть смерть, она подразумевается. Есть такое представление, я уже упоминал и развенчивал в других своих видео, посвященных завету дел и вообще завету. Что в традиционном реформатском богословии это представление о так называемом пробационном периоде. Что человек в саду Адам был поставлен в условие определенного проверочного периода или периода испытаний. Это такое схоластическое реформатское понимание, что Адам был поставлен в Эдеме. На какое-то время ему было дано это испытание. Не есть от дерева познания добра и зла. И если бы он в послушании поступал бы и соблюл бы эту западь, то через некоторое время бы этот период испытаний закончился. И Бог дал бы ему подкрепляющую благодать неотпадности так, чтобы Адам уже никогда не отпадал из своего состояния. И таким образом он стал бы спасителем себя и тех, кого носил в очреслах своих, то есть всего основного человечества. То есть спасение через исполнение завета дел, как это традиционно преподается. Но завет дел имеет в себе множество антиевангельских проистечений и должен быть отвергнут. И одно из них как раз таки заключается в том, что вот это построено то, что пройдя этот испытательный период, Адам был бы закреплен в своем положении и больше бы ему не угрожала смерть. Не висел бы над ним домоклов меч вот этого потенциального проклятия в день, в который ты вкусишь от него смерть и умрешь. Но это фикция. Это абсолютная схоластическая фикция, взятая из воздуха и воплощенная на самом деле в учебнике по систематическому богословию. На самом деле такого нет и такого не могло быть. Именно поэтому Давид говорит, что не оправдается пред тобой ни один из живущих, и даже Христос, праведник, до тех пор, пока он не умер, это семя, он является семенем правды, он оставался бы один. Потому что своей правдой до тех пор, пока он жил бы, он никого не мог бы спасти. И ему надлежало однажды, об этом позже говорит апостол в этом же послании, кримином 6 главе, он умер для греха однажды. По отношению ко греху он должен был умереть для того, чтобы смерть не имела бы уже на дне власти, даже потенциальной нависшей. Не то, чтобы Христу требовалось умереть саму или ему грозило что-то, но облегшись в нашу плоть и выступая этим праведным представителем и заместителем за нас, он должен был не только исполнить положительные все заповеди закона и жить как праведник, что он и делал, совершая доброе и не согрешая ни в чем. Он должен был также умереть, умереть для того, чтобы возместить то, что мы сделали, согрешили, вместо нас делаться жертвой. И также покрыть даже вот эту гипотетическую, нависавшую возможность, которая была уже для Адама даже в первозданном виде. Иными словами, живущий, пока он живет, он не может оправдаться, он не может освободиться от этого. Все время, пока он живет, у него есть долг и есть потенциальное проклятие. Потому и Христу должно было умереть для того, чтобы, воскреснув, жить уже иной жизнью, освободившись от всякого проклятия, чтобы понести в теле своем все поношения, все наши преступления, все уклонения наши от правды Божьей. И даже вот эту вот потенциальную, как бы, возможность тому, чтобы где-то подскользнуться в будущем. Это глубокая мысль, которая нелегко изливается в слова и нелегко оседает. Но, тем не менее, это очень, по моему мнению, важное напоминание о том, что вот связка Псалом 142.2, и плюс то, что Павел говорит в 3 главе Римлянной 20 стихом, если мы сливаем их, не оправдается пред тобой ни один живущий исполнением дел закона, потому что он обязан во все дни жизни свои исполнять, и никогда не приходит тот момент, когда говорит, достаточно, сейчас ты достигаешь какого-то статуса, ты не можешь достигнуть этого статуса до тех пор, пока ты просто живешь. Даже в саду. Вот такая мысль. Соответственно, это абсолютно закрывает двери для всякого оправдания нашими лучшими усилиями. Вот такая книга армянианским мистиком Асфальдом Чемберсом, переведенная, по-моему, «Все мое наилучшее Господу». Я абсолютно не рекомендую это мистический дневник посвящения Асфальдом Чемберсом. Интересно, что это название «Все мое наилучшее Господу». Так вот, все это наилучшее недостаточно для того, чтобы достигнуть этого статуса оправдания. И только во Христе, только Христом достигается эта праведность. Почему и начинает здесь Павел дальше. А в-третьих говорим, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия через верность Иисуса Христа. Только эта праведность является достаточной для того, чтобы мы предстали пред Богом без пятна и без порока, будучи обличены в одежды праведности от самого Христа, праведника. Господь да благословит нас размышлять об этом, и да больше держаться Евангелие Иисуса Христа. Аминь. Аминь.